Подсолнухи. Клод Мане. 1881 год. На протяжении всей своей жизни Клод Мане с большим трепетом относился к цветам. Ярчайшим тому доказательством является сад в Жаверни, созданный его руками, который до сих пор принимает посетителей, превратившись из любимой усадьбы в знаменитый дом-музей. Еще одним неоспоримым подтверждением привязанности живописца к цветам – это, конечно, его картины. Подсолнухи были написаны Мане в 1881 году. Букет желтых подсолнухов, поставленных в узкую высокую вазу на фоне размытого фона, сюжет натюрморта не зателив, но каково воплощение. Мане отказывается от четких линий, предпочтя им неровные волнистые мазки, создавая форму и очертания лишь цветом. Такая техника неизменно создает движение, делая работу живой и динамичной. Стиль мастера всегда отличался свободой, легкостью, воздушностью и реалистичностью, независимо от того, что он воплощал, будь то жанровая сцена или натюрморт. Удивительно, но в такой статичный жанр живописи, как натюрморт, он смог вдохнуть столько жизни, что кажется, будто подсолнухи тянут свои головки к солнцу, а их лепестки трепещут на ветру. Еще одна отличительная черта техники мастера – использование контрастных цветов, которые в сумме дают нужный колорит. Если присмотреться к изображению цветков, то можно заметить, что лепестки выписаны красными, желтыми, оранжевыми оттенками. Но, сделав пару шагов от картины, они сливаются в богатую желтую палитру, которая так реалистично воплощает подсолнухи. Каждый цветок в вазе не похож на другой, неповторим и уникален. У всех разная форма – поворот головки, размер. Внимательный зритель может заметить, что в картине есть некое несоответствие в пропорциях. Не может такая узкая ваза вместить в себя большую охапку подсолнухов, но в этом весь мане. Ему важно было показать великолепие подсолнухов, а все остальные детали имеют лишь второстепенное значение.